Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Видное ТВ. С вами Дмитрий Книга. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Глава Ленинского района посетил детскую поликлинику, где проходит ремонт. Если мы заходим в кабинет, мы должны четко понимать, какие виды работы мы здесь делаем. В линолеуме понятно, есть нормативы определенные, но поменяйте розетку, которая выцвела. Праздничный концерт, посвященный Дню Матери, состоялся в детской школе искусств. Мама, мне на тебя не наглядеться. Мама, мы чувствуем друг друга сердце. Центральная районная библиотека отметила 65 лет. Там юбилей библиотеки. 65 ей. Открылась в прошлом веке. С рабочим визитом в Видновскую детскую поликлинику посетил глава Ленинского района Валерий Венцель, чтобы проверить качество ремонтных работ, проводимых в учреждении. В настоящее время в Видновской детской поликлинике проходит косметический ремонт. Несмотря на зимний период, когда число сезонных заболеваний возрастает, медицинское учреждение продолжает свою работу в полную силу. Детская поликлиника у нас открыта в 2000 году. И с 2000 года у нас, как бы сказать, не было практически никакого ремонта. Вот в настоящее время выделено Министерством здравоохранения Московской области 6 миллионов 800 тысяч на ремонт косметической детской поликлиники. Объект здравоохранения посетил глава Ленинского района Валерий Венцель, чтобы проконтролировать качество проводимых работ. Он осмотрел те помещения, где уже покрашены стены и потолки, а также залиты новые полы. Всего ремонт затронет 1200 квадратных метров или 40 кабинетов педиатров и узких специалистов. Осталось положить линолеум и все, и помыть на самом деле. И подкорректировать кое-где немножко, как бы сказать, чтобы оно было более поэстетичное. А образно, как бы, оно все, можно готово и поехать. При оценке качества ремонта Валерий Николаевич уточнил, какие именно виды работ входят в смету. Потом мне получилось, что мы будем возвращаться к одному и тому же. То есть, ну, если мы заходим в кабинет, мы должны четко понимать, какие виды работы мы здесь делаем. В линолеуме понятно, есть нормативы определенные, но поменять розетку, которая выцвела. Компания «Подрядчик» выполняет работы поэтапно. Сейчас завершается отделка первых 13 кабинетов, среди которых физиотерапевтический, кабинет функциональной диагностики и ЭКГ. После ремонт начнется в остальных помещениях. Главная задача – улучшить условия, а значит и качество обслуживания пациентов. Контроль, конечно, осуществляется и департаментом единого заказчика Министерства здравоохранения Московской области, и, естественно, нашей администрации Ленинского района. Все работы планируется завершить к Новому году. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. Несмотря на то, что День матери отмечается в России только с 1998 года, он уже любим многими и имеет свои традиции. В нашем муниципалитете праздничный концерт, приуроченный к этому знаменательному событию, прошел в Видновской детской школе искусств. Екатерина Коваленко побывала на торжестве. Праздничное настроение и приятная суета царили уже в фойе детской школы искусств Видного, где в этом году отмечается День матери. Здесь играла живая музыка. Юные артисты с легким волнением готовились к выступлениям, а зрители были в предвкушении концерта. По словам организаторов, их ждет настоящий сюрприз. Готовиться мы начали достаточно давно, ну два месяца точно. Нам хотелось сделать что-то необычное, уйти от каких-то стандартов. И мы сегодня всех погрузим вот в это ощущение волшебства, когда ты в детстве читаешь сказку с мамой и ждешь, что обязательно будет много приключений и обязательно все хорошо закончится. Открылся праздник выступлением ансамбля «Видновчаночка» с танцем, символизирующим три времени в жизни женщины. А после на сцену со словами благодарности в адрес всех мам поднялись почетные гости. Как воспитают наших детей, зависит наше с вами будущее. Будущее города Видное, Ленинского района, Тадмосковья и всей России. Это наше будущее. И оно в ваших руках. За что вам огромное спасибо. И слово «спасибо» было главным на этом празднике. Оно читалось в глазах зрителей, чувствовалось в каждом движении юных артистов. Хореографические ансамбли «Видновчаночка», «Эпельсин», вокальный коллектив «Эврика» – вот лишь некоторые из тех, кто принимал участие в концерте. Младший состав театрального коллектива «Твит» показал сказочные репризы «Красная шапочка», «Волк и пес», «Теремок». А 12-летняя Валерия Одышева исполнила трогательную песню. По признанию Леры, подготовиться к номеру и справиться с волнением ей помогла, конечно же, мама. И девочка очень хочет, чтобы мама ею гордилась. «Я думала о маме, мне добавлялось сил то, что она меня любит. Она мне делает костюмы разные, она мне помогает с учебой, она постоянно меня подбадривает, если мне как-то грустно. А ты как отличаешь? Ну, я ее очень сильно люблю». Восторженные аплодисменты и радостные улыбки – так каждое выступление встречал зрительный зал. К слову, он был переполнен, люди сидели прямо на ступеньках, и среди пришедших было много не только мам, но и пап. «Мы должны поздравлять своих мам, бабушек, сестер, все, кто отношение имеет к детям, которые прикладывают максимальное количество сил, воспитывая их и дают им много любви». «Вы уже поздравили свою маму?» «Я? Нет, честно, еще не поздравил. Но и сейчас обязательно это сделаю». Впрочем, говорить теплые слова «мама» можно не только в праздник, но и каждый день. Ведь это так просто, а главное – приятно. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Евгений Садовский. Видное ТВ. В Ленинском районе продолжается благотворительная акция «Неделя доброты и щедрости». На этот раз представители бизнес-сообщества муниципалитета встретились с благополучателями в кинотеатре «Искра», чтобы передать товары первой необходимости. Какие подарки получили нуждающиеся в этом люди, расскажет наш корреспондент Юлия Пагасьян. Не первый год в конце осени в Ленинском районе проводится акция, приуроченная к Международному дню благотворительности. С 20 по 27 ноября во всем муниципалитете организованы точки сбора товаров для нуждающихся людей. В этом году акция «Неделя доброты и щедрости» приобрела еще больший размах. К ней подключились десятки предпринимателей. Адресно они предоставляют помощь разным общественным объединениям района. «Мы всем помогаем, кому можем, детям и возможности, конечно, стараемся помогать. Если еще будут какие-то акции, мы с удовольствием в них поучаствуем». Предприниматели, которые входят в состав торгово-промышленной палаты Ленинского района, передали представителю общественной организации многодетных семей «Наше будущее» несколько наборов детского постельного белья и 120 банок консервированного зеленого горошка – подспорье для тех, у кого на новогоднем столе традиционно присутствует салат оливье. «Данная акция очень своевременная и очень полезная. Как мы все знаем, что в условиях падения жизненного уровня, а это особенно отражается на многодетных семьях, там, где у кого отрех детей и более, у нас есть возможность помочь точно таким семьям». А представители одной из стоматологических клиник города «Видное» подготовили для членов общества инвалидов Ленинского района около 200 наборов для ухода за полостью рта. Туда вошли зубная щетка и паста. Наборы рассчитаны для взрослых и детей. «Люди с ограниченными возможностями, они рады любой помощи, и они благодарны за все. И поэтому эта акция «Неделя доброты и щедрости», она как нельзя вовремя сейчас проходит в нашем районе. И вот благодарность всем людям, добрым и щедрым, которые откликнулись на призывы о помощи и которые помогли конкретно нашей организации. Я про свою организацию говорю, да, что мы очень благодарны. И вот большое спасибо и низкий поклон всем дарителям». Благодаря акции сотрудники стоматологии смогли ближе познакомиться с проблемами инвалидов и предложить свою помощь в дальнейшем сотрудничестве. «Мы предлагаем лечить детей, которые, скажем так, особенные детки, которые не могут лечиться в обычных стоматологиях и которым нужна стоматологическая помощь. У нас есть такая услуга, как лечение под наркозом, поэтому можно за один прием полечить все зубы и подготовить ребенка к дальнейшей операции, уже более серьезной». До конца акции «Неделя доброты и щедрости» остается один день. У каждого жителя муниципалитета есть еще время помочь нуждающимся людям и сделать мир светлее. Юлия Погосян, Владимир Бежонок, Елена Коршелева. Видно этого. «Свое 65-летие» отметила Центральная районная библиотека. Пришедшие на торжество в районный дом культуры гости узнали о ее истории и разрушили главный стереотип о тишине в учреждении. Наша съемочная группа побывала на празднике. Арсений Рогозянский подробнее. «Фортуна, Ника, на Олимпе скучно что-то. Что на земле? Там чествуют кого-то. Там юбилей библиотеки. 65 ей открылось в прошлом веке». За 65 лет Центральная районная библиотека проделала масштабную работу. К привычной для читателей книговыдачи прибавилась возможность проводить время более разнообразно. В библиотеке проходят викторины, встречи литературных кружков, концерты, а также и свой досуговый центр, где можно поиграть в настольные игры. Как результат, рост посещаемости с момента перезагрузки увеличился на треть. «Мы стараемся удерживаться и в традиционном ключе, и вводим различные инновации в нашей работе. А что касается возраста, то, ну скажем так, наша Центральная библиотека старше, чем город Видное. Много это или мало? Ну, наверное, об этом судить уже даже нашим потомкам». Концерт в честь юбилея предваряла интерактивная площадка, где гости смогли познать основы флористики, заняться рукоделием и сыграть в литературную игру. Одна из хозяек досуговой зоны, Марина Андрианова, сотрудник Центральной библиотеки, в задаче своей работы ставит повышение интереса к учреждению у читателей. «Мы хотим, чтобы у нас библиотека не просто пришел, книжку взял, прочитал, сдал, а для того, чтобы человек пришел, отдохнул, посмотрел концерт, посмотрел выставку, послушал какую-то экскурсию, посетил мастер-класс, чтобы у него разнообразить досуг». Центральная библиотека по праву считается одной из лучших в Московской области. Проекты сотрудников учреждения уже на протяжении четырех лет становятся лауреатами губернаторской премии «Наше Подмосковье». Секрет такого успеха прост – развиваться не забывая о традициях. «Наша библиотека отличалась только одним всегда – творческим подходом. И поэтому, когда стихает интерес, создаются новые проекты. Проекты это могут быть разные. Это поэтические, литературные, музыкальные, игровые, ну любые. Сегодня даже конкурсы, викторины. То есть библиотека вышла за рамки библиотеки и работает как хорошее досуговое учреждение. Это важно». В ходе мероприятия сотрудников Центральной библиотеки наградили почетными грамотами. Танцевальный коллектив «Мозаика» и школьники из Видновского художественно-технического лицея творчески поздравили работников учреждения с юбилеем. Гостям праздника концерт понравился, однако ценам они считают вовсе не юбилей, а тех, кто успешно привел библиотеку к этой дате. «Праздник, конечно, торжественный, такая дата замечательная. Но самое главное не как праздник, а вот какие люди там работают». В свои 65 центральная библиотека только молодеет. Тишина в просторных залах учреждения уже становится чем-то необычным. Библиотека открыта для новых читателей и людей, желающих провести свой творческий досуг, весело и с пользой. Арсений Рогозянский, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ. Одно из старейших образовательных учреждений Ленинского района, Прогимназия, готовится отпраздновать сразу две круглые даты. Старожилы по привычке называют это образовательное учреждение «Рябинкой». Именно под таким названием 45 лет назад на проспекте Ленинского комсомола открылся детский сад. А еще через четверть века здесь начала работать и начальная школа. Какие праздничные мероприятия ожидаются в Прогимназии, расскажет Максим Козлов. В 45 «Рябинка-Ягодка-5» под таким нетривиальным девизом планируется провести юбилейные торжества в Видновской начальной общеобразовательной школе Прогимназии. К ним планируется привлечь в том числе и выпускников. Родителям дали квартиру вот здесь в Белых домах, 6-й дом. Ну и от алюминиевого завода этот сад построили и ходили по этому суда. И школы еще не было. Это было только открытие. Можно сказать, первый выпускник. В Видновской Прогимназии устраивать праздники любят и умеют. На 45-летие начало работы учебного заведения планируют сделать своеобразное домашнее торжество, что называется «Для своих». Впрочем, всеми подробностями организаторы делиться не спешат. Все секреты не хочется раскрывать. Мы хотели бы пригласить выпускников, которые уже окончили, которые что-то уже достигли в своей жизни. И хотелось, чтобы они поделились своими, каких у них впечатлений остались о Прогимназии. Ну а так у нас концертная программа и там небольшой сюрприз. Помимо 45-летия начала работы детского сада будет отпразднован и 20-летний юбилей начальной школы. Именно тогда учебное заведение получило статус Прогимназия, присвоенный Российской Академией Образования. В конце 90-х это был смелый эксперимент, который пришелся по душе прежде всего детям. Это было хорошо, знаменательно. То есть, опять же, даже практически в том же помещении я и начал учиться после детского сада. И вот этот переход для ребенка, он, опять же, обычно, ну, где-то стрессовый, да, для меня это было очень замечательно. Я думаю, что как раз именно это родители и планировалось. То есть, адаптация была просто идеальная. Новое учебное заведение стало экспериментальной площадкой для инновационной образовательной программы начальная школа 21-го века. Лариса Токарь была свидетелем становления Прогимназии. Здесь, в Прогимназии, я первый класс взяла 20 лет назад. Вот именно это помещение, это как раз, где оказались первые наши ученики, когда открылась школа. Чуть больше двух недель остается до праздника. Репетиции проходят в свободное от основной работы время. Днем рождения Прогимназия! Проведение праздника намечено на 14 декабря. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Центральный клуб Тхэквондо в Видном уже второй год обучает детей и взрослых этому корейскому боевому искусству, основная особенность которого активное использование ног не только для ударов, но и для блоков. Юные видновчане начинают принимать участие в соревнованиях уже через полгода после первых занятий и ради новых побед готовы тренироваться хоть каждый день. Наша съемочная группа побывала на одной из таких тренировок. Обычно в Центральном клубе Тхэквондо ребята занимаются два-три раза в неделю. Но члены сборной, куда входят наиболее увлеченные и талантливые юные спортсмены, на тренировки приходят каждый день. Своё мастерство передает ребятам мастер спорта, неоднократный чемпион Кубка России и чемпион России по Тхэквондо Дмитрий Спичкин. И хоть его воспитанники активно принимают участие в соревнованиях, тренер уверяет, титулы не главные. Наша задача, прежде всего, не сделать чемпиона. Наша задача сначала воспитать ребенка физически и психологически, чтобы вырос полноценным гражданином нашей страны. Уже второстепенная задача соревнований это больше система мотивации детей для того, чтобы дети хотели, стремились, к чему добивались своих поставленных целей. Айлин Гарибовой 12 лет. Она занимается Тхэквондо второй год и уже добилась немалых успехов на Кубке Москвы и Чемпионате России. По этому виду спорта она заняла первые места. Интенсивный режим тренировок не мешает Айлин заниматься также плаванием, танцами и английским языком. Сейчас она активно готовится к аттестации и следующим соревнованиям. Мне нравится Тхэквондо, потому что там разные удары, мы учим, как надо защищаться в жизни. Я хочу достичь черного пояса и мастер спорта получить. Александре Корочкиной тоже 12. За ее плечами всего полгода тренировок и уже вполне серьезные достижения. Вторые места на Чемпионате России и Кубке Москвы. Папа чемпион России по рукопашному бою, увлечение дочери одобряет. Мы с родителями давно хотели отдать меня на какие-нибудь единоборства и в интернете прочли, что Тхэквондо это более подходящий вид спорта для девушки. Чтобы не было разбитого лица и больших сердечных повреждений. 11-летний Ахмед Байрамов до прихода в клуб уже несколько лет занимался самбо и карате. Но именно Тхэквондо покорило его сердце. Удар и всякие с разворота прыжки там очень интересные занятия проводятся. Почу стать врачом, но хочу получить черный пояс. Как уверяют состоявшиеся мастера, Тхэквондо это не просто боевое искусство. Это целая философия и особый образ жизни. Среди его поклонников немало знаменитостей. Достаточно упомянуть актеров Чака Норриса и Эрика Робертса. А президенту Владимиру Путину Всемирная Федерация Тхэквондо недавно и вовсе присвоила почетный девятый дан. Но для многих воспитанников Центрального клуба Тхэквондо в Витнам все только начинается. Четырехлетняя Женя Галушка занимается всего два месяца, но уже не мыслит своей жизни без спорта. Сейчас подвернул ножку, хромает, старается, но все равно на тренировку обязательно, обязательно. Только просыпается, мы идем на тренировку. Вот в саду мы два дня уже не ходим в сад, мы кашляем, нам сказали полечиться, но тренировка для нас святой. Я хочу ждать. Спасибо. Сейчас ребята готовятся к очередной аттестации и следующему соревнованию. 17-й московский вызов, который пройдет в ЦСКА 9 декабря, обещает пополнить копилку наград юных спортсменов Витнамского клуба Тэквондо. Екатерина Борисова Владимир Бижонов Ольга Садовская ВИДНЭТВ И о погоде. Во вторник ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем и ночью будет около минус 5 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На сегодня это все. Желаю вам только хороших новостей. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин